Нашла я голограмму. А ее нет? Ну, видимо, за ней. За ней. Хорошо. Снимаются все маски и голограммы. Фантом присоединяется перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Лилия выходит из биоробота, становится рядом. Если присутствуют голограммы, копии, фантомы, растяжки, артефакты, все это выходит из ее биоробота, становится видимым и становится рядом с ней. Идти тяжело. Понятно. Она толкает впереди себя эту голограмму, и все равно ей тяжело, и в ней что-то есть. Она вышла. Хорошо. Защищаем ее физический биоробот с защитным потоком и чистой энергии Абсолюта. Берем голограмму в сетку. Берем Лилию в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Лилии и этой голограммой поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приостуем Лилию. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверить ли она нам свое биополе? Наперед сеанс. Да, она доверит. Отправляю эту голограмму в клетку-тюрьму. Один, два, три. Посмотри визуально, что тебе бросается в глаза. У меня ящер сидит огромный. И он распирает во все стороны. И на счет три силы его намерения вышвыривай, кидай ящера в клетку-тюрьму. Один, два, три. Да будет так, а так и есть силы его намерения. А голограмма, она живая, это не голограмма. Я так понимаю, это часть Лилии. Вот как. Хорошо. Она разбита. Она разбита, он ее разбил. Хорошо, ящер. Расслоил. Да, он в клетке. Ящер, а что ты себе вот это позволяешь? Может мне тебя сейчас расслоить на десять частей, а? Моим лазером. Агрессирует. Ой, как я этого ждал. Влад, просканируй его голограмму. Сожги ее. И дай ему мощнейший удар лазером на чистоте ящера. Пошел удар. У него нет голограммы. Хорошо. Значит, тогда нет голограммы. Получает мощнейший удар лазером на чистоте ящера. Пошел. Он еще больше агрессирует. Он орет в клетке. Отлично. В моих руках появляется шар энергии от Мана. Один, два, три. Вибрации идут к нему. Шара неприятная ему. И бросаем в морду этот шар. Один, два, три. Короткий удар. Шар возвращается ко мне. Но он не в морду. Он на уровне груди. У него волны пускает. Он замолчал. Я тебя предупреждаю, ящер. Еще один раз ты позволишь себе по-хамски вести в моей комнате диагностики, агрессировать. Я сделаю следующее. Открывается перед ящером, перед его клеткой портал в галактическое ядро. Один, два, три. Ящер, смотри туда. Ну, он сейчас в недоумении ему. Закрывая портал в галактическое ядро, что он недоумен. Ему шар Атмана больше неприятен, чем галактическое ядро. Отлично, хорошо. Сейчас я могу тебе сделать клетку из энергии Атмана. И будешь в ней стоять, попробуй шевельнуться, сгоришь. От него информация какая-то идет, что ядро... Считай сначала цифры над головой ящера. Я хочу знать, с кем я разговариваю. 12,65. 12,65, да? Да. Хорошо, дальше. Что он там говорит? Ядро, которое мы ему показали. Да. Не так страшно. Он так выглядит. Наоборот. Потому он не в доумении. А. То есть его нужно правильно визуализировать. Если делаешь неправильную визуализацию, из любого ядра можно выбраться. Безусловно, какую он и видел визуализацию. Из которой они и выбраться. Да. Абсолютно так и есть ящер. Он молчит. Хорошо. Я повторяться больше не буду с предупреждениями. Хорошо. Я даю команду тонкой копии. Подожди. У него от него голограмма там была или что там вышло? Ну, это не голограмма. Это часть лилии. Я надо вернуть назад. Хорошо. И на счет три. Возвращаю эту часть лилии назад к биороботу. Один, два. К ее тонкому телу. Один, два, три. Она скована. У нее глаза двигаются, а руки, ноги все скованы. Хорошо. Сейчас будем разбираться, кто там, что и где. Они воссоединились или стоят рядом? Они не могут вот эту часть ее, которая как голограмма, она как запеленована во что-то. Ее размотать надо. Запеленована. Хорошо. Давай сделаем следующим образом. Скэнер. Появляются два скэнера. Один, два, три. И скэнер сканирует копию. Вернее, ее вторую половину. И сканирует параллельно. Остальное тонкое тело. Один, два, три. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму. Ответственность за эти подключки, энергии, воздействия. Силам его намерения притягиваются в клетку-тюрьму и становятся ее заложником. Один, два, три. Оба скэнера работают параллельно. Выстраиваются каналы. Ответственность за каналы энергии. Летят в клетку-тюрьму, каждый в свою секцию. Ну вот с этой части, которую мы за коллограмму принимали, с нее как пелена ушла, вернулась к ящеру. То есть он ее под контролем держал. Хорошо. Сзади, вот другой рассловивающийся частью, он ее сзади держал под контролем. Хорошо. Сковывал, сковывал. Значит, эта пелена спала, у нее сейчас ушла на ящера. И в клетке у нас парахноид. Да. Инсектоид. Инзект. Хорошо. Джейн. Вот. Считай цифру Джина над головой, пожалуйста. 32,16. 32,16, Джин. У меня с тобой будет сегодня серьезный разговор по поводу золотых монет. И кто еще? У нее демон. Какой демон? Посмотри, пожалуйста. 12. Демон 12 керцовый. Отлично. Веселая компания. Еще кто-то? Нет. Все. Итак, у нас демон, Джин, инзектоид, арахноид, ящер с пеленой и раздробленная часть тонкой копии, да? Нет, тонкая копия у нас сейчас стоит не в клетке. Она вошла в нее? Они воссоединились? Да. Эта воссоединилась. Итак, переходим к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии лилии спроекцировать все энергетические и сферические каналы, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Выстраивая отдельный канал к этой пеленеи. 1, 2, 3. Это мощным потоком назад к лилии. Да, будет так, а так и есть. Ящер, сколько ты находился в биополе? Я давно сижу, 30 лет. 30 лет. Так это твою атаку она чувствовала когда-то там очень давно. Но я не знаю, как ты вошел, покажи, эту ситуацию. 89-й, 99-й, 2009-й, 2019-й, 20-й, 21-й, 22-й. Может, ты дольше сидишь 30 лет? Может, 33 года ты сидишь? Может быть. Потому что в 89-м году у нее заболело все тело, грудь и позвоночник. Это как раз совпадает с моментом твоего подключения к ней. Так это было? Он показывает. Хорошо. Он ее показывает в юном возрасте, он агрессивно в нее вселился. Агрессивно вселился в нее. Скажи, Ящер, у тебя было какое-то разрешение на это агрессивное воздействие на человека в юном возрасте? Для тебя законы мироздания – это пустые слова? Разрешения у него не было, но я не спрашиваю. Хорошо. С сегодняшнего дня будешь спрашивать разрешение, я тебе покажу как. Хорошо. Так, как у нас с реверсом? Идет еще? Нет, реверс закончился. Устанавливаю фильтр золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Лилия забирается в чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? Два года. Инзиктоид, как долго ты находился? Четыре. Джин, как долго ты находился? Два года. И демон, как долго ты находился? Один и восемь. Хорошо. Кто из вас присутствует в квартире еще? В ее доме? Джин, демон. Еще кто? Арахноид. Сегодня мы с вами два раза будем встречаться. После чистки, когда вы все вытащите и пройдете проверку. Проверка будет двумя миллионами герц. Если кто-то что-то оставит и забудет, ему уже не надо беспокоиться ни о чем. Он просто сгорит от этого удара. Я открою после чистки. Все, кто пройдет проверку, касается демона. Джина и арахноида им портал в дом. После этого они уйдут туда, соберут все, что они оставили на своей чистоте в этом доме и на этом участке. После этого через 20 минут я приду, проверю все и открою им порталы на их чистоту. Все, кто попытается меня обмануть, уже никуда не уйдут. Вам понятно всем? Всем понятно. Реверс закончился. Отлично. Хорошо. Начнем тогда с... Ящер, что осталось в твоем биополе? Вернее, на твоей чистоте в ее биополе еще? Много всего. Хорошо. Ящер сейчас выходит, вытаскивает все из ее биополя. Возвращается назад и докладывает мне о готовности к проверке. Малейшая агрессия заканчивается смертельно. Я уже предупредил. Идем, вытаскивает. А скажи, может, ты аккуратно вытаскивал? Ящер, если ты что-то повредишь, я поврежу тебя в два раза быстрее и сильнее. Ты аккуратненько все вытаскиваешь за эти 30 лет, 33 года, которые ты сидел. Если ты что-то повредишь, я замечу, ты будешь наказан прямо сейчас. У него много подключек в ней. Ну, он синхронизирован за 33 года, Вера. Там такое... Он из нее ящера там делал. Я не пойму, что это такие, как полосочки какие-то. Давай спросишь. Соединяющие его с ней. А-а-а. Как зацепки, маркеры какие-то, крючки. Крючки, скорее всего, крючки. По всему телу, они до колен, с головы. Что это такое, ящер, за крючки? Ну, вот так он соединялся с ней полностью, он прикрепился к ней внутри. Хорошо, все крючки вытаскивали. Он ей все энергии смешал по чакрам, которые идут, или полтал их. Это мы можем исправить. Он под себя подстраивал просто, как ему удобно. Но вот за это насилие ты сегодня, конечно, будешь отвечать. Он все собрал. Хорошо. Так, выходит арахноид. Арахноид, собирая всю свою паутину, отключайся, вытаскивай все, что ты оставил. Никакой жидкости, ничего не забывай. Приступай. И докладывай мне о готовности к проверке. На голове у меня. Паутина на голове. Как это ощущалось? Мигрени были? Головные боли? Показывает. Он заходит в голову. Да. Это самые страшные мигрени, которые ни одно лекарство не снимают. Вот эта маленькая сущность арахноид в состоянии такую боль причинить. Он как оголки с головы достает длинные. Ничего не забывай. Это его ноги. Он впивался туда. Нормально. Готово. Инсектоид у тебя есть инкубатор? Да. Хорошо, выходи. Таскивай инкубатор, отцасывай всю жидкость, ничего не забывай. Возвращайся в клетку, приступай. Да, достал. Хорошо. Так, у нас есть Джин. Джину выходить не надо. Джин может все из клетки прямо все забрать, всю свою пыль. Давай, Джин, приступай. И рассказывай мне, как ты два года, с какой вещью ты зашел в эту квартиру, вернее к ней. Как ты попал? Какие-то строительные материалы он показывает. То есть он приехал в этот дом со строительными материалами? Да, где строят там деньги. Ну, это верно. Хорошо. Как ты воздействовал? Как ты на нее? Какие мысли ты? Каким действием ты ее подталкивал? Что ты ей посылал? Надо зарабатывать денежку, я слышу, да? Продавить ночью тоже. И ночью тоже. Да, ты что? То есть ты ей не давал практически прийти, чтобы она успокоилась и могла отдохнуть. Она постоянно должна была чувствовать какое-то давление. Потребность зарабатывания. Потребность зарабатывания. Деньги. Понятно. Хорошо. Немного ты монет заработал? На этих словах они всегда начинают подозрительно на меня смотреть. А? Джин? Мам заработал. Это не ответ на мой вопрос. Хочешь, чтобы я сейчас сам посчитал и вытащил твой кувшин с деньгами? Я не знаю, получит ли ты его тогда назад или нет. Итак, вторая попытка. Много ты заработал золотых монет, Джин? Бывало и больше. Бывало и больше. Это тоже... Заработал. Сколько ты заработал золотых монет? Вера, я тебя плохо слышу. У тебя отошел микрофон. Он не знает, что отвечает. Ты хочешь цифру? Я хочу цифру узнать. Чтобы оценить, насколько ты был успешным. Миллион. Миллион. Хорошо. Ты все собрал. Всю свою пыль. С рук он пыль собрал. С рук пыль. Больше ничего нет в биополе на твоей чистоте? Посмотри. Подошва ног. Давай, снимай. Или ты думаешь, я отдельно буду тебя просить? Я сейчас просто дам команду скэнеру. И скэнер при контроле сожгет тебя, потому что ты обманул. Вот такая ситуация. Он не обманывает. Он показывает, где было. Хорошо. Значит, ступни были и руки, правильно? Руки. Да. Хорошо. Так, демон, выходи тогда. Демон, скажи мне, где лярвы находятся в ее биополе? Он говорит, проще сказать, где нет. Понятно. Тогда другой вопрос. Ты хочешь меня попросить забрать эти лярвы после того, как ты все вытащишь? О, да. Хорошо. Я тебе отдам эти лярвы. Тогда приступай. Вытаскивай все, что ты оставил в ней и объясняй, как оно воздействовало на ее физическое состояние. Чем больше я знаю, тем ты будешь довольна. На качеле у него здесь? На качельке. Значит, бил туда по тазу? Пояснице, да. Пояснице, да. Понятно. Олени. Ну, все, что ниже поясницы, это его сфера деятельности. Его или инкуба, если он там сидит. Носки тоже есть у него. Все снял. Хорошо. Демон, я тебе разрешаю забрать все лярвы, которые находятся в биополе Лидии. Ничего не забывай. Приступай. Он снимает голова, таз, спина, грудь, низ живота. Эти все места она должна была очень хорошо ощущать. У нее по-любому должны были быть боли. Они черные? Да. Хорошо. Иди туда в клетку, демон. Хорошо. Так, все все забрали. Сейчас сделаем рассинхронизацию. Я даю команду. На рассинхронизацию Лидии. Значение 100%. Это этот ящер? Да. От него идут мысли и какие-то запугивания. Вернее, к нему возвращаются. Он внушал ей что-то. Он ей внушал. Он ей угрожал. Он ей что-то там. Раньше она действительно боялась. Потом она просто свыклась с этим уже. Перестала бороться. И тут он почувствовал, что ему пошла масть. А тут пришли мы. И случилась такая оказия. Больше всего ей мешало то, что у нее энергии все перетасованные. Конечно. У нее энергии не держалось. Она потому их терялась. Если они не там находятся, где они должны быть. В этом я вижу злой умысел и желание нанести максимальный вред. А такие вещи наказуемы. Готово. Хорошо. Так. Включай внутренний белосвет Лилии. Один, два, три. И на четыре Лилия начинает выдавливать из себя. Осталось весь их яд. Все это выходит и формируется перед ней в шар. Нет, ящера и джина вышли. Коричневый, синий цвет, небольшой шар. Хорошо. Шар готов? Да. Открывается портал в галактическое ядро. Под этим шаром он уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Демон, джин, арахноид. Я сейчас буду вас отпускать в дом. А дальше, как договорились, демон. Там присутствует еще кто-то другой, кроме тебя. Черт. Пес. Там много кто присутствует. Я понимаю. Я просто спрашиваю, почему я спрашиваю. Я говорю, что я буду собирать потом весь негатив в этом доме. И хотел спросить, может быть, ты хочешь его забрать, чтобы я с ними не делился? Конечно, хочу. Значит, всех отпускать, ни с кем не делиться, отдать тебе, да? Да. Ты мне должен тогда будешь в доме показать все порталы, собрать все, что ты оставил. И после этого я тебе соберу весь этот негатив. Договорились? Да. Хорошо. На счет три открываю против часовой стрелки портал в дом лилии. Один, два, три. И в этот портал уходит демон, джин и арахноид. И дожидается нас. Мы через 20 минут перейдем. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Инзиктоид. Ты готов уходить? Готов. Больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инзиктоида. Один, два, три. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. И у нас должен был остаться один ящер со своими присадками, да? Да. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю тебя. Ли, я приветствую тебя. У меня здесь такой случай. 33 года сидел ящер, 12-65. Пеленой обмотал, расчленил тело. Вернее, тонкую копию. Обмотал ее какой-то пеленой. Перемешал все чакры. В общем, какой-то вредитель, диверсант. Я не знаю. Посмотри, пожалуйста. Мне не хочется его отпускать просто так. Она сразу сказала, что мы его забираем. Перебешивать чакры. Это большое преступление. Ящер, желаю тебе следующие 30 лет отдохнуть хорошо. Повышение своего... 300? 300 лет. Отлично, ящер. Готово. Благодарю, Ли. Хорошо, поехали дальше. Так, все мы убрали. У нас осталась пелена. Вот этот весь мусор там, да? От него? Да. Открывается под ним портал в галактической ядре. И все это уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Клетка нам, в принципе, больше не нужна, да? Нет. Открывай портал в галактической ядре и отпускаю на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Закрывай, включая фиолетовые высоковибрационные лучи и освежая все в комнате, вытесняя частички от интерферентов за пределы этой комнаты. Закрывай. Из канала остались. Я помню, да. Подхожу сейчас к Лилии, кладу руки на плечи, сжигаю мощным ударом все каналы. Один, два, три. Отлетает, превращается в пепел. Открывается портал в галактической ядре и уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Поехали дальше. Хорошо, Лилия, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Она говорит, я боюсь пошевелиться. Шевелитесь. Уже бояться нечего. Мне так гармонично. Отлично. Хорошо. Вот это привыкать к таким состояниям. Для этого надо просто немножко работать над собой. Хорошо. Так, у нас остались 10 вопросов Лилии куратору. Она говорит, да я готова работать сколько угодно, лишь бы быть в таком состоянии. Хорошо. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам прийти куратора или учителя Лилии в нашу комнату диагностики. Мужчина. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Лилии. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Он мимикрирует, он то, как свет становится яркий, то исчезает. Подождем. Благодарю. Приветствуем вас. Мне просто нужно больше времени, чтобы проявиться. Без проблем, я так и понял. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Лотос. Лотос. Благодарю вас, уважаемый Лотос. Вы куратор или учитель? Куратор. Хорошо. Уважаемый Лотос, у нас 10 вопросов, которые написала ваша подопечная Лилия. Мы сегодня производили ее чистку, вытащили все, что ей там мешало. Частично 33 года сидела в ней. Сейчас она свободная, получила все свои энергии, прочувствовала их, надеюсь. И она оставила нам еще 10 вопросов для вас. Будете ли вы так любезно ответить на эти вопросы? Могу вас заверить, она не прочувствовала пока все свои энергии. Мы тоже так поняли, но она хотя бы начала этот процесс. С этими интерферендумами у нее действительно не было никаких шансов, потому что там сильнейшее воздействие было. Но вы в курсе, я не буду вам об этом сейчас здесь рассказывать. Вы должны знать, как это все прошло. Уважаемый Лотос, вы позволите начинать с первого вопроса? Прежде чем начинать, я бы немножко хотела рассказать о Лилии, вернее ее душе. И ее душа скрещена. Это ангельская душа, рожденная на Уране. У нее есть обе энергии, родные для нее. Ангельская и зеленая энергия Урана. Поэтому их нужно научиться гармонизировать вместе. Безусловно. Я являюсь точно таким же гибридом, тоже ангельской душой и плюс плеяды. Поэтому я абсолютно... Отличное сочетание. Отличное сочетание, согласен. Отличное сочетание цветов. Да, ну вы видите, да, это необходимо для моей функции. И поэтому это все мне помогает, точно как и ей должно помогать. Я вижу всех в этой комнате. Хорошо. Позволите начинать, уважаемый Лотос? Конечно, переходите к вопросам. Итак, первый вопрос ее. С какой планеты моя душа? Как я уже сказал, ангельский уровень планета Уран. Благодарю вас. С Ураном мы, кстати, тоже очень часто встречаемся. И они приводят своих подопечных к нам. Мы очень рады общениями. Второй вопрос. С какой уровень моего высшего Я? С 5-й ангельский уровень и 12-й уровень высшего Я. И 12-й высшее Я. Довольно высокий уровень. Обязывает к работе над собой. Благодарю вас, уважаемый Лотос. Вы закончили? Я могу продолжать. На Уране другие энергии. Да, продолжай. Третий вопрос. Какое количество негативной энергии я набрала? И что это означает количество для развития? Может быть, что-то надо проработать? Здесь в одном вопросе... 24 процента. 24 негатива. Хорошо. И она хотела узнать, что это означает для ее души. Может, что-то надо проработать? Как ответит этот куратор на этот вопрос? Для души это означает, что решения были приняты в разрез душой. Против воли своей. Против воли своей. Наверное, наверное. Как проработать? Не поступать так больше. Просто и доступно. Не поступать так больше. Все понятно. Благодарю вас, уважаемый Лотос. В краткости иногда истина лежит намного ближе, чем в длинных словах. Я перехожу с вашего позволения к четвертому вопросу. Интересный вопрос. Пожалуйста. Какого цвета мои родные энергии и как правильно с ними работать? Прекрасный вопрос. Я тоже так считаю. Твои родные энергии имеют два цвета. Яркий белый цвет – это ангельская энергия. И внутри сердцевина зелёная энергия урана. Она, я бы сказал, изумрудного цвета. Очень яркая. Всё может быть, может меняться в зависимости от вашего настроения и чувств, эмоций. Может потухнуть так же, как и ангельская энергия, если не развивать её, не поддерживать, не охранять и не чувствовать внутри себя. Она будет ждать, пока вы активируете и вспомните про неё. И будете жить с этой энергией, зная, что она вас. Прости, я перебил тебя. Вы всё правильно. Я просто своё восхищение выражал в процессе, как вы говорили. Продолжайте, пожалуйста. Я закончу. Хорошо. Я хотел, в принципе, от себя добавить, если у неё гибридная душа, два цвета энергии. Хотел спросить, как выглядит тогда её стержень? Он должен же эти два цвета… Именно про стержень я и говорил. Белая энергия и сердцевина зелёная. Зелёная. Всё. Вот теперь я понял. Благодарю вас, уважаемый Лотос. Всё понятно? Всё понятно? Позволите дальше продолжать? Да. Пятый вопрос. Сколько кармических узлов я прошла и сколько у меня ещё их осталось? Ты проходишь четвёртый. Осталось два. Благодарю вас. Следующий вопрос. Шестой. Очень часто я чувствую, как внутри меня кипит очень мощная энергия. И эта энергия хоть… Стоп. Прошу прощения. Я объясню предыдущий вопрос. Я углубился. А правильнее было бы сказать, что ты стоишь на пороге четвёртого. Его ещё надо пройти. Его ещё надо пройти. И тогда ещё два останутся. Хорошо. Всё. Значит, три прошли, три впереди. Так будет, наверное, корректнее сказать. Благодарю вас. Это зависит, безусловно, от неё. От её работы над собой. То есть, всё это заложено. Ей просто надо дальше работать над собой. Я тогда перехожу к следующим вопросам. Здесь ситуация. Очень часто я чувствую… Это шестой вопрос. Очень часто я чувствую, как внутри меня кипит очень мощная энергия. И эта энергия хочет вырваться наружу. Но мешает моё тело. Проходит минут десять, и я чувствую дикую слабость. Что это, и почему мне иногда хочется разорвать это тело на кусочки? Энергия урана действует так. Им неуютно в биороботе. Но много есть способов угомонить свои энергии, гармонизировать и наслаждаться человеческой жизнью. Не забывай, что твои чакры были перетасованы и поменены местами. Это усугубляло потерю энергии. Ты теряла её очень быстро. Я научу тебя сохранять твои энергии и защищать их. Всегда представляй ангельскую энергию, как стержень внутри тебя. И сердцевина — это зелёная энергия урана, который защищает ангельские энергии. Сердцевина не должна выходить за пределы белой ангельской энергии. Иначе будет ощущение разрыва тела, как ты уже сказала. Старайся гармонизировать внутри себя. Не гармонизировать — это слово означает другого. А держать в гармонии именно так. Зелёный стержень и белая ангельская энергия вокруг него. Тогда ты будешь сохранять энергии. И не забывай про свои чакры, которые тоже нужно наполнять. Старайся работать с энергиями. Только так ты достигнешь гармонии в физическом и духовном теле, в телах. Благодарю, что дослушали меня. Благодарю вас за этот очень интересный ответ, уважаемый Лотос. Вы позволите переходить дальше, к седьмому вопросу? Позволю. Хорошо. Итак, седьмой вопрос. Когда я вижу полёт птиц, у меня появляется острое желание взлететь вместе с ними. Я чувствую всем телом, что этот полёт... Я чувствую всем телом этот полёт. Что это означает? Что просит моя душа? В связь с ангельским миром просит твоя душа. У тебя есть куратор с ангельского мира, с которым ты сможешь познакомиться. Три желания. И сегодня здесь присутствую я. Так как твой куратор я. Ангельский мир имеет друзей. Я закончу. Восьмой вопрос, если вы позволите. Да. Здесь ситуация. Она описывает. Очень люблю свою маму, а мама любит меня. Но после общения с ней, мне всегда становится очень плохо. У меня нет сил даже потом говорить. Почему так происходит? Сущность маме подпитывается? Подпитывается. Да. А ты не умеешь сохранять энергии. И раздариваешь их налево-направо. Я понимаю тебя. С такой перетасовкой по чакрам трудно сохранять энергии. Они утекают, как вода. Энергии урана и ангельские энергии. Они очень нужны интерферентам. За ними охотятся многие. Уважаемый Лотос, я перехожу к девятому вопросу. Подожди. Стоп. Хорошо, пожалуйста. Я прошу прощения. Я рассказал, как их сохранять. Но как их защищать, я показал. Может быть, Лилия не увидела это. И поэтому я выскажу это словами. Ты можешь разжимать и сжимать свои ангельские энергии. Делать их твердые, текучие, светлые и ослепляющие яркие. Это твоя работа, которую ты должна научиться делать, чтобы охранять себя, свое здоровье и продолжать понимать энергии. И это понимание облегчит свою жизнь и настроит на новый лад и уровень души. Благодарю. Вы знаете, уважаемый Лотос, это так и есть. Дело в том, что если этим заниматься дальше, например, как мы это делаем, у меня даже при одной мысли о моем стержне моментально уже растекается тепло, плеяд. И формирует вокруг меня защитную оболочку. Я только себе представляю их, и они моментально уже расходятся. Но это достигается, безусловно, работы. Над этим надо работать. Надо начать с понимания этого, а потом уже работать. Конечно. Надо принцип понять, как оно работает и направлять свои усилия уже в правильное русло. Благодарю вас. А я вас. Девятый вопрос. С вашего позволения. Проходя курсы самоисцеления, ее учитель сказал, что чувствует в ней целителя. Что я смогу лечить людей? Это так или он ошибся? Может быть, в этом мое предназначение? Излечи себя для начала. Помоги себе, потом поможешь другим. Просто лечить людей, нужно чувствовать эту силу и знать, как защититься. У тебя нет ни того, ни другого на данном этапе. В таком случае интерференты очень легко переходят к более интересному экземпляру от тех, от клиента, кого она лечит. Моментальная потеря энергии. Так и есть. В твоем случае. Благодарю вас. Вы позволите мне переходить к последнему, десятому вопросу? Я бы мог больше развить эту тему. Но это совершенно не нужно. Я ответил на этот вопрос. Продолжай. На этом этапе вы абсолютно правы. Десятый вопрос. Душа еще до рождения выбирает свою судьбу и свои болезни. Моя душа выбрала постоянную изнуряющую боль во всем теле, которая мучает меня всю жизнь. Что я должна понять через эту боль и как облегчить это состояние? Это неправда. Я уже говорила выше. Это особенность души урана. И нам очень трудно в человеческом биороботе. Ты так и не смогла это сделать. И не пыталась. Ты так и не развивалась. Ты сперва была ребенком. Потом твои энергии захвачены были. Они не были сразу перемешаны. Оно ты не развивалась и не интересовалась энергией. Их присутствием в твоем теле. Их силой и мощью. После того, что ты знаешь, кто ты. После того, как ты можешь представить свой стержень и прочувствовать родные энергии. Ты сможешь, как я уже сказал, гармонизировать их в биороботе. Для этого нужно лишь немного времени. И желание, если позволите добавить. Это важное слово у нас на земле. И я не хочу добавлять это слово. Лишь потому, что Лилия уже здесь. Значит, желание и намерение есть. И я его вижу. Скажите, уважаемый Лотос, вы долго достукивались до нее? Чтобы она дошла до нас? В нашем понятии нет слова долго. В нашем понятии есть слово услышал или нет. Неважно, сколько времени. Время только у нас на земле. Важно, что человек осознал и сделал шаг к своему излечению. Хотел добавить по этому вопросу очень важную вещь для Лилии. Ты можешь пользоваться этой энергией. Как я уже сказал утром, представь этот стержень внутри себя. Расширь ангельские энергии и пропусти энергии урана по всему своему телу. Как кровь, сгармонизируйся с человеческим биороботом. Подожди, когда энергии полностью протекут по твоему телу, зайдут в каждую клеточку. Можешь представить, как твоя энергия урана идет по венам биоробота. Это легко представить. Зеленый изумрудный цвет. Полежи так. Сгармонизируйся с биороботом. Каждый день у тебя будет занимать меньше и меньше времени на это. И не забывай про свои чакры. Обязательно закачивай энергии. И представляй цвета именно так, как они расположены. Это удержды, гармонизации. Слегком долго они были перемены. Благодарю. Я благодарю вас за этот ответ. Уважаемый Лотос, было очень интересно. У нас осталось последнее ее послесловие. Я к вам. Я искренне и сердечно благодарю высшие силы всех тех, кто помогает и оберегает меня. Я чувствую вашу поддержку и любовь. Благодарю за то, что вы привели меня к владу и вере. Шлю вам самые светлые и искренние энергии благодарности и любви. Я чувствую эти энергии благодарности и любви. И хочу тебе сказать, что твои энергии активированы. Научись ими пользоваться. Вы уже активировали эти энергии? Да, энергии готовы. И я рассказала, как они выглядят. Я только хотел попросить вас об этом, и вы это уже, оказывается, сделали. Благодарю вас, уважаемый Лотос. Если вы хотели от себя что-то личное еще сейчас добавить, вашей подопечной, это был бы сам. Я дал достаточно информации, переработать ее, дал практические задания, когда вы будете готовы к дальнейшему. Я бы сказала, к дальнейшей встрече. Уважаемый Лотос, у нас есть, я не знаю, в курсе вы или нет, на Уране должны об этом знать. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Всем кураторам, всем учителям, которые к нам приходят, мы дарим. Верочка, в твоих руках появляется самая большая корзинка с самыми вкусными спелыми ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Это единственный чистый экологический продукт, который у нас остался на земле. И мы бы хотели спросить у вас, будете ли вы так любезны принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту сегодняшнюю встречу, на добрые воспоминания. Конечно. Я приму эти ягоды от вас. Благодарю вас. В знак благодарности. Благодарим вас. Нам очень приятно, что наши ягоды уже на Уране знают. Они знают. Они знают. Знают, да. Многие планеты знают. Повторю всех за эту встречу. И передавайте, пожалуйста, от нас привет Урану. Приводите всех своих, до кого достучитесь. Мы всем поможем по мере наших сил. Примите искренне нашу энергию благодарности на этом месте за эту приятную встречу. Я не говорю прощайте, уважаемый Лотос. Я говорю до скорых встреч. У Лилии много дел. Ей надо много сделать домашних заданий. И тогда следующая встреча уже не за горами, я больше чем уверен. Благодарю вас. Отпускаю ее с миром и здоровьем. Всего вам наилучшего. Прощайте. И рассинхронизируйся, Верочка. Он ушел. Лилия, как вам встреча с вашим куратором? Он ушел. Понятно. Хорошо. Сколько информации. Это очень много информации. Вам надо ее переварить. Поэтому прослушайте несколько раз. Сколько правильных слов сказано. Наконец-то вы увидели своего, как у нас принято почему-то на Земле называть ангела-хранителя. На самом деле это является наш куратор. И вот ваш куратор пришел с Урана. У вас, как я понял, два куратора. Один ангельский. С ангельского уровня один с Урана. И сегодня мы познакомились с Лотосом. Он куратор ваш с Урана. Друг. Друг. Абсолютно верно. У вас... С ангельского уровня друг. У нее нет куратора с ангельского уровня. У нее есть друг. А, у нее есть друг. У ангелов нет куратора, у ангела есть друзья. Хорошо. Все. Тогда мы сейчас будем возвращать Лилию назад в систему Биоробот Душа. И сразу приступим к чистке ее дома. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Лилии в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу каждой клеточке. Каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта.